Друзья, всем привет! За моей спиной Mercedes-Benz G350 дизельная версия. Этот автомобиль 2020 года. И знаете что? Сегодня мы не будем с вами делать типичный обзор на эту очень дорогую машину. Мы сегодня сделаем гораздо круче. В этом видеоролике мы пообщаемся с владельцем этого автомобиля, который купил эту тачку. Внимание! Для того, чтобы на ней иметь возможность зарабатывать деньги. Сейчас я вам кратенько расскажу, что это вообще за комплектация. Мы с вами офигеем от некоторых фишек, которых нет в этом автомобиле по этой цене. Я вам расскажу, за сколько он ее купил и как изменился сейчас этот автомобиль. Сколько она стоит сегодня. В общем, этот сюжет будет интересный, любопытный и насыщенный. Самое главное, он будет кому-то полезен, потому что все-таки речь будет идти о финансах. Крутая тачка, большие деньги, все это интересно. Друзья, присаживайтесь поудобнее. Спонсор выпуска, полезный спонсор выпуска этого видеоролика. И мы переходим к основной теме выпуска. Я хочу затронуть очень важную тему, которая касается абсолютно каждого. Тема финансов. У нас в стране до сих пор самой надежной защитой от инфляции считается обмен рублей на доллары. А лучшим вложением средств – покупка квартиры. Инвестиции в представление большинства наших сограждан – это что-то такое мега сложное для богатеев с Уолл-стрит. В Европе, например, инвестирует больше половины населения. Причем как молодежь, так и пожилые. Мы так завидуем европейским пенсионерам и задаемся вопросом, почему? Почему они так хорошо живут? И самое главное, на пенсию умудряются путешествовать. Все дело финансовой грамотности и дисциплины. И прямо сейчас я расскажу вам, как можно приумножить ваш капитал абсолютно легально, честно и прозрачно. А рассказать я вам хочу про человека, про которого ранее вам уже рассказывал. Его зовут Дмитрий Толстяков, создатель школы, консультант по безопасным инвестициям и финансовый советник года в России. Его школа по инвестициям – единственная с лицензией на образовательную деятельность. У школы есть глобальная цель – поднять финансовую грамотность населения. Поймите и услышите, речь не идет о трейдинге, речь не идет о космической прибыли по 200, по 1000% в день. Сиди, ничего не делай, будешь зарабатывать. Если вы когда-то такое услышите, просто бегите, уносите ваши ноги. Чудес не бывает. Дмитрий ведет свой YouTube-канал. Он помогает людям начать инвестировать и делится очень важной информацией простым языком. Наглядно показывает портфель, который составил для своих дочерей. И рассказывает, как и что лучше. И рассказывает все это по полочкам. Все это очень простым и доступным языком, что поймет абсолютно каждый, как инвестировать без потерь. Друзья, начните уже заниматься вашей финансовой грамотностью. Канал Дмитрия и его школа вам в этом помогут. Ссылочки на них я оставил в описании. Тратя ваше время на получение знаний, Сегодня вы обеспечиваете себе старость, комфортную старость с возможностью путешествовать по всему миру. Давайте начнем по порядку и самое главное с цены. Этот автомобиль был заказан человеком. И вот в съемочный день поначалу, по глупости, я начал рассказывать, что эта машина из себя представляет. И сегодня на монтаже думают, да кому эта информация нужна? Машина была представлена еще в 2018 году. Что это полноценный внедорожник. Ну что, вы этого не знаете? Что у него там три блокировки, что у него высокий клиренс, что это брутальная машина, что это черный квадрат, что у него вот так вот двери закрываются. Да кому эта информация нужна, друзья? Самое главное, что вам нужно знать про этот Гелендваген. G350 дизельная версия. Это, внимание, аж смешно. Да налоговый мотор на 249 лошадиных сил. Он выдает 610 крутящего момента. Машина весит свыше 3 тонн. Разгоняется она до первой сотни 7,4 секунды. Скажу вам так, едет реально бодро. То есть изначально, когда я в нее садился, думал, ну фиг его знает. По факту, поехали, машина тянет. Если ее чипануть, то в ней получится примерно 330 сил. Поедет она примерно на секунду быстрее. Покупая такие тачки, очень часто их начинают переделать под 63 Гелендваген. То есть внешне он у вас будет один в один. По факту, там мотора не будет, тормозной системы не будет, подвески не будет, много чего не будет. Это, скажем так, овца в волчьей шкуре. Что еще нужно знать про этот автомобиль? Человек его заказывал в феврале 2020 года. Купил он его за наличный расчет в июне 2020 года по цене 9,5 миллиона рублей. И как говорится, все расходимся за немецкий УАЗик 9,5 миллионов. Нет, ребята, это еще не конец. На сегодняшний день, если собрать подобную конфигурацию, как у него, как он говорит, она стоит порядка 15 миллионов рублей. Если залететь на вторичку, там вот 350-й дизельной версии продаются по отметке в среднем 12-15 миллионов рублей за вторичку. Ребята, это просто шок. Все зависит от конфигурации. Садимся в автомобиль. Вот вы просто вдумайтесь в это. 9,5 миллионов он ее купил. Сейчас подобное там 12-15 миллионов стоит. У машины нету, ребята, подогрева руля. Раз. У машины нету, например, вентиляции сидений. Два. Чтобы была вентиляция сидений, это нужно еще доплатить больше денег. То, что нет подогрева лобового, я про это даже молчу. Вот это сенсорная панель. Я так подумал, что она сенсорная. Она ни хрена не сенсорная. Но он говорит, можно докупить что-то, здесь как-то ставиться, доустанавливаться, тогда панель будет сенсорная. Вы можете себе в это поверить? Я просто думаю, ничего себе. Вот опять же в таких деталях. Вот ты смотришь, да, какие-то вставки там интересные. Но вот здесь при этом, да, у тебя вот такой вот дешевый пластик. То есть машина такая очень спорная. Место. Автомобиль стал больше, он стал шире, он стал комфортнее. По факту даже водитель отмечает то, что хочется откинуть сидение еще назад, оно и так уже на максимум откинуто. Соответственно, тачка очень спорная. Это однозначно имиджевый автомобиль, это однозначно понтовый автомобиль. Когда вы его видите на дороге в городе новый, вы должны понимать одно, что это едет какой-то, блин, миллионер. И также автомобиль очень интересен с точки зрения вторички. С одной стороны, я уверен, будет куча комментариев, что эта тачка нахрен никому не нужна. Но залезть на вторичку, посмотреть 20-летние гелики с контрактными моторами, с контрактными коробками, с переваренными рамами. После ДТП переделанные, в общем, друзья, они стоят миллион, два, три миллиона рублей. Все зависит от состояния. Можно и за 500 тысяч найти гелик, который только по СТСке у вас будет гелик. По факту это будет мертвый груз. В общем, не вижу смысла тратить ваше время на обзор этой тачки, тем более это гражданская версия. Одно дело, было бы лето, и нам бы его дали на неделю покататься версию G63. Вот это разговор, вот это можно было бы сделать отдельный сюжет. И, возможно, когда-то будет такая возможность. Суть, ребята, тачка была куплена для себя, но с желанием зарабатывать на ней денег путем извоза. Вот давайте пообщаемся с владельцем и послушаем, как такое возможно. Познакомьтесь, Юра. Юр, привет. Давайте я вам напомню, откуда я с Юрой знаком. В 2018 году я женился и, соответственно, искал автомобиль себе на свадьбу. И вот так вот ткнулся я на Юру. На тот момент у него был свеженький ГЛС, который сейчас есть. Он его буквально тогда только купил. Поддерживаем связь. И вот на днях Юра пишет, у меня есть гелик, который я уже эксплуатирую активно. Юр, спасибо тебе за открытость. Слушай, вот расскажи, пожалуйста, почему ты все-таки выбрал Гелендваген? 9,5 миллионов рублей. Вроде бы там не самая богатая версия. Там ряда фишек по нему нет. Но ты кайфуешь от этой тачки. Расскажи историю покупки этого автомобиля. Ну, автомобиль приобретался как и для себя, для семьи. В том числе машина бралась под работу. Учитывались те моменты, что машина востребована. На ней можно реально зарабатывать, она другим людям нравится. Также немного на рынке этих автомобилей новых. Есть в основном поддержанные автомобили в предыдущем кузове, которые ездят совсем по другим ценам. А вот теперь давай посчитаем с тобой. Сколько стоит час аренды такого автомобиля? 5 тысяч рублей. Как правило, вот расскажи, пожалуйста, на какие сроки берут люди автомобиль? На час, на два? Как это вообще происходит? Все зависит, конечно же, от заказа. То есть, в основном, это где-то в районе 4-5 часов. То есть, это под какие-то съемки. Либо задействовала она в трансфере. То есть, например, под сопровождение какого-то Майбаха. Ну, или же других. Это такой, Майбах, это стандарт спереди. Эско, Майбах, сзади висит гелик. Вот, то есть, трансфер идет. Цена стандартная. Это где-то 12 тысяч рублей. Это просто трансфер. А остальное все идет по часовой. То есть, для любых ваших целей. То есть, это может быть свадьба. Это может быть просто по катушке по городу. По ночной Москве. Ну, что все, что угодно. Куда угодно. Слушай, ну, вот это интересная история. Потому что, общаясь с Юрой, вот на самом деле, работа тоже интересная. Друзья, вот общаемся, там, видео показывают. Я вам выведу на экран. Он их публикует в свой инстаграм. Ну, это действительно интересный. Возите в аэропорт людей, действительно богатых, в частный сектор. То есть, ну, не так, что, знаешь, прокатался, покатался, вышел в метро, спустился, ушел. То есть, ну, клиентура соответствующая. Да, да, то есть, богатые дядечки, так сказать, они хотят комфорт. Они едут, там, к примеру, в Ронс-Ройсе. Юр, ну, смотри, ладно, ты едешь в сопроводе. Но если вдруг, не дай бог, какой-то там кипиш начнется на дороге, ну, ты же не полезешь, там, в какую-то драку. И ты рассказываешь, что и охрану организовывают. Ну, то есть, да, или робот-полицейский с автоматом. Да, да, да. Также дядечки оплачивают и специализированную охрану, где к нам садятся, там, вот эти головорезы. Вот, хорошие, добрые ребята. Вот, ну, то есть, это уже их работа. То есть, я непосредственно водитель, я еду, то есть, мне там не надо, помаками махать от меня не требуется. Слушай, звучит, конечно, как красивая такая богатая жизни серия. У тебя дорогая тачка, ты хорошо одет, ты сидишь в рубашечке, очки, там, попиваешь кофе, везешь, сопровождаешь, либо там на съемках участвуешь, потому что съемки, вот последний с Буруновым какой-то, да, фильм выходит? Да, радио снимали. Да, радио снимали. Да, радио это ГМС снимался. Сколько нужно вообще времени для того, чтобы окупить вот этот Мерседес, чтобы он вообще как-то вот вышел в ноль и потом пошел в плюс? Ну, это вопрос, конечно, если чисто считать, вот опять же, я даже могу сейчас при вас это посчитать, вот, к примеру, тачка стоит там 10 миллионов, да, вот мы 10 миллионов считаем. Делим, 5000 рублей в час, она обходится клиенту, да? То есть делим на 5000 рублей. 2000 часов, 83 с копейками суток получается, это человек, если оплатит по 5000 рублей за час, и машина отбивается. Но это, естественно, все вот красиво считать на калькуляторе. По факту, естественно, такого не бывает, это растягивается на годы. В среднем окупаемость, к примеру, такого автомобиля, это два года. Это при хорошей рекламе, которая отрабатывает. Это хорошие клиенты, которые снимают не на пару часов. Пару лет, это я так подозреваю, что это условно каждый день будешь эксплуатировать, или как? Нет, нет, если, естественно, простое есть, то есть это в среднем где-то 3-4 рабочих дня в неделю. То есть, друзья, здесь нужно вот уже каждому применять свою математику с точки зрения того, как у вас это дело пойдет. Условно, если покупать дорогую тачку и вот заниматься самому, извозу не так, что вы купили кому-то, вы ее сдаете в аренду, кто-то катается, это дело отдельное. Здесь человек, это его тачка, ему нравится этим заниматься, и параллельно вот можно на ней денег еще и заработать. Отправляемся мы прокатиться. Я вам честно скажу, вот пока вперед-назад, вперед-назад в машину залазишь, выпрыгиваешь, дверь это, конечно, нечто. Вот просто нужно реально хлопать для того, чтобы она закрылась. Юрец, вот ты владелец этой тачки, вот расскажи, пожалуйста. Я слышал историю о том, что она дико некомфортная, что на дальнее расстояние на нем ехать, на гелике, да это кошмар, спина болит, слазишь с машины, как будто на фуре прокатился. Вот люди говорят, мы первый раз на гелике едем. Расскажи, как об этом. Здесь, наверное, история, скорее всего, про старый Гелендваген, ну, как предыдущие кузова. То есть, эта машинка уже совсем, ну, она абсолютно другая, в принципе. Машина всем. То есть, и там по подвеске, там независимая передняя, то есть, он гораздо мягче. Он выше, он шире. Ну, то есть, это абсолютно другая машина. То есть, те, кто привык говорить там про старый Гелендваген, это говорят про одну машину, здесь это совсем другая. Вот, с точки зрения извоза, я уверен, будут люди, которые скажут, блин, катать на такой машине свадьбы, да это кто-нибудь здесь что-нибудь прольет. Нет, я с этим тоже не соглашусь, потому что все-таки это премиальные автомобили, здесь какой-то и контингент людей, немножко другой, наверное. То есть, я вот, к примеру, работаю, у меня еще есть спринтера. Там, да, там уже немножко движуха другая происходит. То есть, народ втихаря может налить, может там не айкосы пыхать, там и так далее. То есть, там совсем все по-другому. Там большая компания, которая не совсем контролируется и так далее. Здесь же, даже если, ну, что касается, вот про свадьбу заговорили, жених с невестой сел, они в чистеньком, у него костюм новее моего, он в новом залез и все чисто, опрятно, ничего. Ну, блески бывают. Блески, это да, беда вот такая вот, ну, немножко раздражает меня лично. Вот, а так все, машина, в принципе, не убивается по свадьбам. То есть, ты приехал по даче к жениху, за невестой съездили, опять стоишь, выкупы и там еще что-то. Вот, кстати, ЗАГС проезжаем в Шипиновский. Ну, да. Здесь тоже очень часто мы бываем. Приехал в ЗАГС, еще час стоишь, денежка капает. То есть, в этом плане, можно сказать, не пыльно. А вот бывает такое то, что заказы такие, что это приходится попотеть, и что прям действительно напряг. Может быть, куда-то ехать, тот же самый сопровод, это же все-таки дело-то ответственное. Ну, вы очень близко бывает едете, там, дорогу какие-то местами, ну, может быть, перекрывать для того, чтобы машину пропустить. Это же все, все-таки дело-то опасное. Да, сопровождение, конечно, совсем другое, абсолютно другие заказы. Это более нервное, что касается самой дороги. Это все время на хвосте, чтобы никто не влез, чтобы, кого мы ведем, то есть автомобиль должен стараться проезжать как-то без каких-либо, ну, меньших, чтобы перед ним влазили. То есть без помех создавать у него, чтобы не было помех, все помехи мы на себя берем. Ну, это и есть такая... Слушай, а вот моменты такие, что, например, все-таки заказывают транспорт, да, с водителем, вот, допустим, кто-то там закажет его в центр Москвы, там, зашел в магазин, там же парковок нету, а крутиться-вертеться по кругу, это целый геморрой в том плане того, что ты можешь уехать, встать в пробку, он тебе звонит, выходи, ну, подъезжай в смысле, я выхожу, а ты будешь крутить. Как вот такие моменты решаются? Ну, по-разному, бывает, и штраф приходит, штрафы, это тоже отдельная статья, затрат, то есть без них никуда, то есть номера здесь тоже на магнитах, где-то снимается, где-то, ну, где нету такой возможности заплатить, естественно, все парковки оплачиваются, ну, и к тому же они оплачиваются, в принципе, заказчикам, то есть это все, это нас не парит в плане, там, экономия какой-то, вот, то есть, ну, бывает так, то, что негде влезть, вторым рядом встаешь, еще что-то, то есть, без нарушений тоже, конечно же, никуда, но стараемся, стараемся не нарушать. Вот мне, кстати, один заказ очень понравился, да, то есть в плане того, то, что он мне реально как-то запомнился. Аренда была на этой машине на Гелендвагене, арендовали молодые ребята, ну, прям совсем молодые, то есть лет по 16, наверное, такие же у них и девчонки молодые были, вот, то есть надо было податься в Москва-Сити, там была подача, то есть, и человек меня заведомо попросил, говорит, а можно как-то выпендриться так, чтобы вот там девчонки такие вот молодые. Я говорю, ну, в наше время сейчас особо не погоняешь, то есть, ну, он имел в виду, где-то там с буксами тронуться, где-то там быстро проехать, ну, какой-то, ну, не то, что... Пофорсить, пофорсить хотел. Ага. Вот. И прям 200 рубликов выкладывают на... на торпеды, так сказать, сюда кладет. В 16 лет? В 16 лет, да. Я правильно понял, что 200 рубликов, то 200 тысяч. Да, 200, 200 тысяч рублей. Пофорсить за две сотки. То есть, это было вечером два часа в один день по катушек и 4, там, 5 часов в другой, куда-то на картинг отвезли, еще что-то. Вот 200 тысяч вот так вот, в принципе, с неба упали. Это абсолютно, почему я как сам отдал. Да, мы, конечно, там просто в кортеже ездили, еще с кладемалком один. Да, мы немножко пожестили, так сказать, то есть, где-то... Ну, поработали. Да, поработали. Но ни одного штрафа не пришло, кстати. Вот, вот. Все было в рамках закона. Слушай, пандемия. Ты купил машину, получается, в июне 2020 года. В самый, вот, скажем так, плюс-минус разгар. Потому что, вроде бы, как прошлым летом-то все спокойно было. Но, тем не менее, все равно, туристы меньше прилетают. Наверняка, к тебе так же и туристы прилетают. Правильно? Да, да. Не, очень, конечно, сказалось на нас, это тоже очень сильная эта зараза. Вот. Потому что никаких трансферов, в принципе, нет. Есть только там съемки. То есть, как раз вот в феврале мы ее заказали. В июне месяце получили. И вот это самый разгар шум вот этого всего. Вот. Заказов очень много было простоев. То есть, в принципе, конечно, тяжеловато. Вот. Ну, были съемки, были фильмы. И, то есть, ну, конечно же, не так, как хотелось. Сейчас ждем вот это, когда это все закончится. Или хотя бы немножко ослабнет. И мы снова будем в строю. Потому что, в основном, это акцент идет именно на трансферы. Сопровождение в какие-то вот между там городами, может быть, даже какие-то небольшие. То есть, этого сейчас ничего нет. То есть, народ не путешествует. Народ не летает. Слушай, ну, это хорошо, что ты, в принципе, ну, откровенно говоря, в финансовом достатке, ты не брал лизинг, ты не брал никакие кредиты для того, чтобы использовать этот автомобиль исключительно как источник дохода. Поэтому ты себя чувствуешь поспокойнее. Вот ты скажи, пожалуйста, вот в среднем вот хочется, знаешь, такую цифру услышать, например, не знаю, там, в месяц, там, в хороший месяц, в плохой месяц. Сколько при хорошей загрузке, да, ну, по твоим ощущениям, по твоим меркам, по твоему опыту, эта тачка может приносить денег? Ну, это тоже, опять же, очень тяжелый вопрос. В основном здесь немножко сезонность, но она все-таки есть. Потому что на лето приходится больше заказов, как-то народ больше суетится, готов с деньгами расставаться и свадьбы еще. Да, свадьбы, потому что у нас отдельный сегмент, есть еще белые машины на фирме. То есть это именно, конечно же, идет сезонная тема, которая идет с июня месяца и до октября. То есть это вот в эти месяца можно зарабатывать на порядок выше. Ну, точно суммы я не скажу, но в среднем, наверное, дополнительно вилку какую-то может приносить. То есть, с этой машиной я еще так не ощутим. Потому что, в принципе, этот автомобиль, он единственный в Москве. Сейчас еще появилось буквально один-два автомобиля, которые занимаются арендой и, я подчеркиваю, новых гелендвагинных. Старых полно, то есть предыдущих кузовов их по две с половиной тысячи, по две тысячи их ездит. Все авито завалено, да. Здесь цена в два раза больше, машина в два раза дороже. Соответственно, в два раза окупаемость у нее та же самая по времени, потому что все зависит от количества заказов. То есть, я, наверное, не порекомендую брать вот такую машину, как вот говорить, в лизинг и в кредит, чтобы заведомо какой-то бизнес скомотить из этого. Наверное, нет. Наверное, не получится. Потому что у вас не будет столько клиентуры. Если же под кого-то, под какого-то дядечку взять и катать, и зарабатывать, да, или же несколько дядечек таких иметь, то да, это рабочий абсолютно вариант. Слушай, ну тогда дай совет. Вот ты, в принципе, давно в этом бизнесе, ты разбираешься, у тебя разные тачки реально есть. И если, например, человек хочет зарабатывать, но не хочет идти тупо в такси, ездить там, я не знаю, на Октаве, еще на чем-то, ну вот в эконом-классе, в среднем классе, а вот в бизнес. Что бы ты посоветовал, какой бы автомобиль может рассмотреть? Какой-то есть такая вот наметочка в голове, что можно сказать? Ну, если, это абсолютно, конечно же, не такси, это, если рассматривать премиум автомобили, наверное, все-таки S-класс, брать на него заказов будет больше. Потому что можно податься, во-первых, в те же самые Вилли, еще куда-то, то есть тот же самый, я вот знаю, у меня ребята оплачивают, имея черный S-класс, они оплачивают тот же самый кредит или же Лизинг, оплачивают с Вилли. То есть, ну там работа как раз таксичная идет, но это, по крайней мере, можешь нажать на кнопочку и поехать, то есть как вот с этими агрегаторами работать. Также там Яндекс.Плэк какой-то есть, еще что-то, то есть куда-то можно пристроиться, но это, опять же, другая работа, мы с этим не работаем, это у нас совсем другой профиль. Ну, в целом, получается так, что разбег, конечно, большой, ты говоришь, до полумиллиона, ну, до полумиллиона, это так подозреваю, что это, ну, блин, загрузка будет хорошая на месяц. Это как бы, ну, в среднем здесь заработок идет, там, 30-40 тысяч в день можно зарабатывать, вот, то есть если это такой нормальный заказ, то есть 30-40 тысяч в день ты зарабатываешь. Если 10 дней, то 300 тысяч, но каждый день машина не работает, соответственно, ну, калькулятор такой, то есть в сезон загруженность хорошая. Отсюда, друзья, считайте, здесь на самом деле тема интересная и подход здесь должен быть тоже адекватный. Я уверен, что будут те, кто скажут, что это все нереально, это все неправда, он все выдумывает. Будут и те, кто скажут, что можно и больше зарабатывать, лишь бы было желание, ищите работу, как это не каждый день, можно и каждый день работать. Здесь уже все больше от вашей головы, от вашего желания, как, что вы будете делать, крутиться. То есть кто-то и вовсе скажет, нафиг это надо, вон, получаю полтинник и ни о чем думать не хочу, всем доволен. Здесь ситуация раза, но бодренький, да, вот, несмотря на то, что казалось, 249 сил, все равно, как бы ты газку поддаешь, так вот, три человека, нас, машин, да и тачка весит, свыше трех тонн, ну, срывается он неплохо. Он подхватывает, он вполне для города, для трассы, то есть, да, конечно, может быть, многие скажут, что по сопровождению все-таки 6,3 нужно, там, где-то я, может быть, с этим и соглашусь, но я везде успеваю, то есть мы, я, мы просто работаем в кортежах с теми же самыми 63-ми, я везде за ними успеваю, то есть нет такого, то, что где-то я не смогу, не могу нагнать, догнать и так далее. Слушай, Юр, вот такой вопрос, вот ты владелец, вот не кажется ли тебе, что какой-то развод с этими геликами, вот мы с тобой садимся, подогрева руля у тебя нету, про панель, ты говоришь, она не сенсорная, что-то тут нужно накинуть, сиденья с вентиляцией, ты говоришь, там бешеная доплата, потому что, ну, какой-то отдельный пакет, я так понял, идет дополнительный. Твое мнение, 10 лямов, а сегодня, там, знаешь, 15 он стоит, и вот за эту тачку, это, как, норм цена-то вообще? Ну, я скажу одно, тут гелик есть гелик, как говорят, то есть это машина со своей душой, которая ни с чем не сравнима, то есть я сам никогда не понимал, всю жизнь плевался в эту сторону, когда люди там ездили, там, говорим, что это, там, чехарда вообще, УАЗик, там, кто как только не называет, там, квадраты, там, засирают их по-разному, ну, когда, действительно, разговор зашел, вот, о покупке этого автомобиля, там, о тест-драйве, там, еще что-то, то есть, вот, несмотря на то, что, как бы, есть у нас какой-то парк автомобиля, да, с которым мы работаем, я ежедневно, я передвигаюсь на этом автомобиле, я не хочу ни за ГНС садиться, ни, там, там, на какой-то С у нас ни на что, то есть, только на гелике, я, в принципе, езжу, вожу свою пятую точку, поэтому, кто бы что ни говорил, но это лично мое мнение, кому-то, слушай, вот, у тебя жена, ребенок есть, жене нравится тачка? Да. Что говорит, вот, письевку отъедете, то есть, она прямо с удовольствием. Она у меня тоже водитель с большим стажем и, как бы, ездит на нем с большим удовольствием и тоже так же и ребенка возит. Ребенку три года, она уже разговаривает, она, когда с папой едет, она еще говорит, пап, на черную машину или на белую машину? Когда она сюда садится, она говорит, включи песню Нурминскую, валим на гелике, ей три годика, она бы снять вместе, и валить, так что, да. Слушай, жизнь, как в сказке, друзья, у Юры есть яхта, которую мы будем снимать этим летом, поэтому подписывайтесь обязательно на канал, покажем, там тоже интересно, там не такая там яхта из серии, что вот как у Абрамовича, там интересная такая лодочка, но прикольно, покататься на ней можно, прокатимся, как раз Юра расскажет, сколько что стоит, сколько стоит это содержать, так что с этим человеком, я думаю, ролики мы еще снимем, ему есть действительно что интересного рассказать. Юрец, огромное тебе спасибо, я думаю, ты вот в целом донес картину, что это такое, что такое работа на своем автомобиле, премиальном, в премиальном сегменте. Дай бог тебе удачи и здоровья, чтобы у тебя было больше возможностей зарабатывать денежек. Друзья, контакты на него оставляем в описании, если вдруг кому-то надо, пожалуйста, обращайтесь. Если не надо, да и не надо, воспринимайте этот ролик, в первую очередь, как полезная информация, как пища для размышления, что вот есть такая возможность на крутых тачках крутые деньги зарабатывать. В моем понимании, вот этот сюжет гораздо интереснее получился, нежели если бы мы просто сделали обзор на гелик. Ну, машина дорогая, ну, 10 миллионов, G63 20 миллионов рублей, а сегодня вы узнали историю жизни, как человек, да, состоятельный человек, есть деньги, ездит на тачке, кайфует, так при этом еще по возможности бабосики делает. Понятное дело, что нет никакого абсолютно призыва и намека вам на то, что покупайте себе гелики, идите зарабатывайте деньги. Нет, ко всему этому все люди приходят со временем, с опытом. Нужно начинать с малого, потихоньку подниматься, но сам факт того, что, я думаю, многие бы из вас захотели бы иметь такого рабочего коня у себя под окошком. Друзья, с вас я жду лайк, с вас я жду комментарии, я думаю, комментарии к выпуску будут интересны, почитать, посмотреть, что вы скажете по этому поводу. Ну, а у меня сегодня все, всем до новых встреч, пока-пока!